Девчонки, это когда ты заказал себе кучу мачо и пробуешь в разных вариантах. Я сейчас решила свой белковый коктейль утренний, который я делаю. Хочу сейчас выпить и пойти подышать свежим воздухом на улице. Вот, походить, погулять, потому что два дня без вылаза сидела дома. И хочу добавить сюда, ну не хочу, а добавила сюда красную мачо, девчонки. Вот эта вот мачо, она из ягод Асайи. И добавила еще сюда зеленую мачо, зеленую обычную мачо добавила. Так что, короче, можно импровизировать по-разному, добавлять куда угодно. Потому что зеленая мачо, она обладает антиоксидантами, очень сильным антиоксидантами. Ну, то есть все то, что зеленые. Зеленые овощи, зеленые смузи, там какой-то есть компонент, который, то есть противораковым эффектом. Ну, конечно, из нас в этой жизни никто ни в чем не застрахован, ни от чего не застрахован. Но для вкуса, я думаю, будет вкусняшка. Два вида чая я набрала прям на кончике ложечки. Чуть-чуть, то есть положила. Но буду увеличивать дозу, просто посмотрю, сколько лучше сыпать. Вот такой вот коктейльчик у меня с утра готов. Одна минутка, две минутки и все. И у тебя завтрак уже есть, причем с полным набором витаминов и микроэлементов. Вот, необходимых для организма. Заряд бодрости, так скажем, с утра. Смотрите, какая набирная сирень. Сирень или черемах, сирень, по-моему. Прямо смотрите, такие кусты, прям кустистые, такая классная. Классная. Вот, и мне здесь дядечка предложил, говорит, сорви. Возьми себе, сорви домой. Вот на обратном пути оборву. И посмотрите, здесь еще и вишенка. То есть у меня здесь в частном секторе можно прям выходить. Тут тебе и вишня будет. Вот, и вишню можно рвать. Она прям в свободном доступе. Я так думаю, что, скорее всего, вот эти вот деревья, это у нас... Что-то я не могу дома душно так дышать вообще невозможно. Вот это вот, по-моему, это абрикосины. Представляете, абрикосы растут. Живу здесь второй год. И только вот на втором году жизни прошлась вот по этой улочке. И поняла, что здесь можно даже вот абрикосы вот так вот приходить и набирать. Они просто на другой части, на другой стороне дороги останавливалась и рвала. Сколько мне... Ну, не рвала, а с пола собирала. Они вкусные, сладкие, такие не волокнистые. Вот. Так что решила пройтись, потому что что-то мне как-то плохо с утра встало. То ли низкое давление, но мне прям что-то прям... Какая-то нехватка кислорода. Мне прям дышать, дышать нечем. Еще один, наверное, полетит. Прикольно. Казенька! Еще кто-нибудь полетит. Тут два самолета пролетели. Причем так низко. Не успела снять. Посмотрите, по всей улочке с сиреней или черемуха. И она все разная. Ну, по цветам. Есть и нежно, такого лавандового цвета. И белого. И вот темно-темно какая-то. Такая темно-фиолетовая. У меня она вот такая. Набрала я пару веточек. У себя поставлю. Будет вкусно пахнуть. Правда, мама говорит, долго сирень не стоит. Черемуха. Черемуха, по-моему, другая. Да, сирень-то. Так, утички поют. Уж не хочется домой возвращаться. Присела тут немножечко на обратной дорожке. Подустала. Благо, графика такого, знаете, фрилансерства. Плюс такой неимоверный. Что можно просто-напросто выйти в любое время. Я, правда, и работаю дофига. Вчера в 2 часа ночи легла спать. Но, по крайней мере, это сама себе предоставлено. Ты можешь сама себе делать режим труда и отдыха. Здесь вот я присела прям на дома тут. Я тут присела на счету-то лавочку. Прямо около дома. Просто решила посидеть свежим воздухом. Немножечко подышать. Еще что-то так домой не хочется заходить. Прям до ужаса. Здесь тут птички, слышите, поют. Прям рай. Черти города. Сюда самолеты летают. Мау. Вот он полетел. А вот эти, которые мы видели, они прям, знаете, вот, наверное, ну вот, вышел лэп, летели. Чуть выше лэп летели. Представляете, как близко прям вот над тобой самолет летел. Балко, что не всегда каждый такой момент можно запечатлеть. То есть не всегда можно успеть поймать какой-то такой, знаете, классный кадр. Чаще всего классные кадры остаются за кадром. Так, еще где-то гул я слышу. Не везде сейчас летают. Вот вроде бы парада нигде нет. Но говорят, что в Москву летали. Вон она там полетела. Девчонки, у меня букет сирения, принесенный, сподвиг на то, чтобы я убралась, наконец-то, на кухонном столе. И тут все завалено было, чего только не было. Бумажки какие-то, вот, ну, все, что ни по пути. Представляете, один букет цветов просто-напросто сделал мой день, можно сказать. Смотивировал меня на уборку. Что-нибудь немножечко здесь почистилось мое рабочее место. Букет шикарный. Смотрите, какой просто обалденный. Спасибо, дядечке, что не пожалела мне сирени. Настоящий мужчина, как говорится. Приехала я в центр Энгельса. И, если честно, чувствую себя, как в каком-то фильме ужасов. Или в каком-то триллере, где вымирает весь город. Реально, практически никого на улице нет. Машин нет. То есть, вот, знаете, как в Припяти вот это вот. Было в те времена, что город просто вымер в раз. Вот, примерно то же самое. Ходит одинокие, ну, как бы, такие единичные. И то, это самый-самый центр. А вот сейчас по городу, в принципе, проезжала. Вообще, ни-ка-бо, ни одной живой души. Многие, кстати, уехали на дачи, я знаю. Кто-то даже снял дачи на этот сезон специально. Потому что, ну, как бы, на улицу особо сильно не походишь. Девчонки, чтобы я не была голословной, посмотрите. Видите, вообще, ни когошеньки. Ни одной живой души. Горячая выпечка. Кстати, тут четыре сыра где-то должен быть магазинчик. Я даже не знаю, работает они сейчас в этот период или не работают. Даже прохожих на улице нету. Представляете? Ездят только на машинах. А остальные люди как будто бы город вымер. Ходят. Кстати, если люди ходят, я в масках никого практически не видела. Куда едешь? Вот, видите, народ идет без масок. Без масок. Все без масок. Девчоночки, забрала заказик. Смотрите, это... Ой, блин. Это камбала. Если честно, стоит космос. То есть, вот за эту рыбину я отдала. Вот с этой стороны она так выглядит. Я отдала... Сейчас я скажу сколько. 540 рублей. То есть, это дорого. Ну, как бы... Не дороже денег, но дороговато. И отвезу ее. Я сейчас потихоньку готовлюсь к родителям. Она, видите, вот здесь даже есть отверстие. То есть, ее прям вялят. Она не... Ну, как-то... Ну, хорошая, классная камбала. Она самая дорогая по цене. Корешка дорогая. Вот я у Марины беру. И камбала. Вот. Это тот заказ, показываю, который я забирала. Там еще мороженку. Потом попозже покажу. Короче, я сейчас ее немножко схомячу. Конечно, не хочется мне портить вид ее товарный. Но что-то я прям так рыбки сильно захотела. Вот. Положу ее в заморозку. И потом отвезу к родителям. Девочки, классное мороженое. Манго и малина. Ну, в смысле, я не знаю, классное оно или нет. Я просто еще его пока не пробовала. Но посмотрите, какой состав. Сливки, молоко, манго, малина, пюре манго, пюре мара... Абакуя сахар. Вот я его сейчас открыла. Посмотрите. Та-да-да-дам. Посмотрите. Тут прям цельные куски малины. Так что буду сейчас пробовать. После рыбки. Я уже кусочек рыбки навернула. Короче, это как и молоко с рыбой соленой есть. Но ничего страшного. Я думаю, я выдержала. Вот честно, девчонки, положа руку на сердце, не впечатлилось вот этим мороженым. От слова совсем. Оно какое-то водянистое. В магазине намного вкуснее. Да, состав классный. Но я вот поеду к родителям. Когда поеду к родителям, я возьму там сливки натуральные. Я возьму с собой кокосовое масло, кокосовое молоко. И там реально можно сделать мороженое намного круче. Просто нужно иметь ягодки свежие, со сливками, с деревенскими. Намного вкуснее получится, чем вот... Ну, водянистое оно. Вот прям как бы... Да, натуральное. Но, конечно, не вкус детства. Хотя, прям хвалебные, прям такие отзывы. Прям крутое мороженое. Ну, не знаю. Не, если честно, не айс. Хотя кусочки фруктов, прям натуральные... Мать, нельзя. Натуральные кусочки фруктов. Сейчас тебе брошу туда твою чашку. Кусочки натуральных фруктов есть. Ну, во рту курупинки льда. Вот, девочки, она так выглядит. Конечно, выглядит очень аппетитно. Тут посмотрите, сколько ягод живых. Состав, конечно, классный. Ну, я так думаю, что если я сама его сделаю из деревенских сливок, прям вот свежевыдойных, да. Ну, вот подавили корову, сразу делали сливки, а не сладкие сливки. То получится намного вкуснее. Вот одна баночка 500 мл сливок стоит 150 рублей. То есть, бюджетнее намного получится. Я еще знаю, что добавляют в мороженое. И вообще делают мороженое даже отдельно из банана. Замораживают его и в блендере смешивают. Вот банан дает вязкость. Вот это вот такую вязкость мороженого. Ну, я хочу на основе сливок сделаю. Как приеду к родителям, обязательно вот вкусненько приготовлю и рецептик вам покажу. Это мой ужин получается, да. Ужин, салатик, масло. Тут у меня два вида масла. Это подсолнечное. Девчонки, еще хочу сказать, переходите только на нерафинированное, на вонючее масло. Не важно, какое это оливковое. Жарьте только на масле на нерафинированном. То есть на вонючим, на пахочем, подсолнечное. Потому что нерафинированное, как я узнала, подвергается очистке. Вот почему запах и вкус масла пропадает. Потому что масло подвергается очистке. Есть два способа очистки. Как правило, используют самый дешевый. Это химическая очистка. Ну, вы можете себе представить. То есть масло пропускают через химию. И мы потом эту химию едим. Поэтому исключите из своего рациона, по возможности, все непохучее масло. Все рафинированное масло. Я не пользуюсь микроволновкой уже больше полугода, наверное. У меня всегда стоит сковородка на плите. И я всегда грею еду. Я грею еду на плите. Я не пользуюсь микроволновкой вообще. От слова совсем. Уже больше полугода. Потому что микроволновка убивает всю пищу, все полезные вещества. То есть она... Ну, просто вы едите биомассу. Просто набить, чтобы желудок. Там ноль полезной энергии, ноль полезности. Никакой полезности нет. Старайтесь находить как можно ближе к своему дому. В городах это, конечно, намного сложнее сделать. Если вы живете в таких маленьких городках, как, допустим, там Саратов, Энгельс. Ищите какие-нибудь подворья, фермерства. Тех людей, которые сами выращивают мясо, кур, яйца, овощи какие-то. Пусть вы переплатите немножечко. Пусть вы замените, я не знаю, дорогие шмотки на здоровую еду. Но она будет у вас здоровой. Потому что здоровье это все. Посмотрите сейчас на огромное количество заболеваемости от разных болезней. Болезни все помолодели. И вот я говорю, когда начальше весов у меня стоит шмотку какую-то купить, да? Или что-то себе, пусть я дороже куплю, повкуснее, подороже, с более натуральным составом. Я выберу еду. У меня на первом месте здоровое питание. Такое более-менее нормальное питание. Я не говорю про ПП, про там не ПП. Но, по крайней мере, чтобы и ограничить, и минимизировать потребление магазина еды. Вот как-то так со всякими ешками, добавками, этими эмульгаторами и всякой прочей ерундой. И я тут захотела поесть, попить, вернее, мачо-чай. И потом думаю, ну его нафиг. А не отрезать ли, а не пожрать ли нам кусочек сальца? Девчонки, он сделал мой день. Прям вот сегодняшний мужчина, который предложил мне сорвать у него цветочков. Да, Мась? Да, мамка сейчас пожует, тебе додаст. Ну так, нормально не пожрешь, как и с детьми. Нормально не пожрешь. Не успела я отрезать кусок сала, он тут как тут. Мась, ну ты вот какая-то ты. Иди всю тарелку ешь. Иди свою тарелку ешь. Вот ему надо съесть то, что ем я. Да, Мась? Вот то, что ем я, он вообще с удовольствием. Какая же чистота меня на столе, девочки. Просто. Неужели? Завтра разберу другую часть кухни. Я вам сейчас покажу, какое сальцо я ем. Это вырезка свинины, копченая на ольхе. Можете себе представить, натурального копчения, не какой-то искусственный дым. И тоже я нашла здесь поставщиков, откопала их. Вот, так что, я говорю, позвоню, говорю, мам, вам привезти сальца с копченой грудинки. Вот, но у них, по-моему, дороже. Вот я взяла, кусочек у меня стоил 0,62 килограмма 400 рублей. Ой, 400 рублей стоит килограмм, 250 вышел. 250. 50. Продолжение следует...